Доброе утро, уважаемые коллеги! 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 и будет сохранена стратификация слоя на всему протяжении с сохранением слоя зонтичных клеток. Также стоит обратить внимание, что подобный вид гиперплазии будет сопровождаться интроэпитериальной лейкоцитарной инфильтрацией и воспалительными изменениями в субэпитериальной строме. Метозы встречаются достаточно часто, однако нахождение метозов должно быть ограничено парабазальным слоем. По сути, нижней третью, как здесь. Переходя к уртолиальной пролиферации с неясным потенциалом злокачественности, которая ранее называлась плоская уртолиальная гиперплазия, стоит отметить, что это состояние было переименовано за счет того, что ДНО практически не встречается, и встречается зачастую в совокупности с популярными новообразованиями, таких как панламп, либо популярная уртолиальная корсонома low-grade. По сути своей, являясь нормально стратифицированным уртолием с увеличением клеточных слоев, их должно быть больше 7, сохраненным слоем зоотичных клеток без полиморфизма, без увеличения ядерно-цитоплазматического соотношения, без определяемых метозов. Однако в отношении потенциала злокачественности проводились исследования, и выяснилось, что изолированные исследования таких образований имеют перестройку в гене FGFR. Поэтому на данный момент очень сложно сказать достоверно, является ли оно следствием перестройки таким же, как уртолиальные папиллярные образования, либо их предиктором. К вопросу уртолиальной АТП, это еще одна такая серая зона, по сути своей она является low-grade дисплазией плоской в уротеле, однако она недостаточно изучена, поскольку, во-первых, встречается ДНОВУ она очень редко, чаще всего она сопровождает уже имеющуюся либо карциному ин-ситу, либо инвазивную карциному уртолиальную, и характеризуется наличием дисплазии уртелия, но в состоянии меньшим, чем это необходимо для постановки диагноза карциномы ин-ситу. Это также может быть вариативное количество слоев от динудации до утолщения более семи слоев клеток. Минтозы встречаются чрезвычайно редко и только в парабазальном слое. Может быть легкое нарушение стратификации, но не на всю толщину петриального полоста, а чаще всего опять же в парабазальном слое, и оно не будет выражено. Может иметь место некоторое небольшое увеличение ядерно-цитоплазматического соотношения и не выраженный ядерный полиморфизм. В ряде исследований было показано, что этот процесс имеет крайне низкую воспроизводимость между патологами, и чаще всего он относится либо к карциноменциту, если это достаточно выраженная дисплазия, либо к реактивной АТП уротелия. И сейчас рекомендовано в постановке такого диагноза использование указания этого состояния в репорте избегать. Напоследок хайгрейт уротелиальная дисплазия или уротелиальная карцинома инситу это плоское образование с достаточно широким спектром морфологических признаков. Прежде всего, это выраженный клеточный полиморфизм с достаточно крупными ядрами более 5 размеров малого лимфоцита. Толщина эпителиального пласта может варьироваться от нормальной до гиперплазии, больше 7 слоев, до денудации с выраженным нарушением стратификации, увеличением ядерно-цитоплазматического соотношения. Причем нарушение стратификации и выраженность полиморфизма может разниться как на протяжении эпителиального пласта, так и по его толщине. Вплоть до вопроса о количестве слоев дадутся один из ярких признаков к ценному инситу. Опять же, как мы можем увидеть нарушение стратификации и разный размер ядер на подозрение. Также может обращать на себя внимание некоторое такое пиджитоидное распространение вдоль условно неизмененного ратериального пласта достаточно крупных ядер. Ну и соотношение метозов. Чаще всего, их достаточно много, потому что расположение метоза может быть не только парабазально, но и достаточно высоко. Вот здесь. И, конечно, обращая в себя внимание отсутствие зонтичных клеток, которые действительно характерны для этой патологии. Также стоит обратить внимание на возможность вовлечения гнезд фомбруна в ратериальную карциному инситу, что, во-первых, может ввести патолога в заблуждение и дать ему ложное представление о начавшемся инвазивном процессе. Так и может натолкнуть на некоторые иные ратериальные повреждения, которые мы расскажем чуть позже. В этом случае, в случае с плоскими уротелиальными новообразованиями, нам может достаточно хорошо помочь иммуногистохимическое исследование, поскольку слой нормального уротеля красится разными маркерами неравномерно. Так, на данный момент у нас одни из самых помогающих нам маркеров это цитокератин 20-й и в случае с карцином инситом P53. И отдельно хотел бы указать по поводу серой зоны, такой как ратериальная гиперплазия, которая сейчас называется ратериальная пролиферация с потенциалом злокачественности. И дисплазия. В данном случае, если в случае с простой гиперплазией, окрашивание будет выглядеть примерно так, как в нормальном уротеле, то есть окрашивание цитокератином 20-м зонтичных клеток, базальное окрашивание CD34 и отсутствие окрашивания P53 либо окрашивания как DT-тип. В случае дисплазии в зависимости от ее типов может быть вариативность окрашивания, в частности цитокератином 20-м, а чаще оказываются глубокие слои, но не окрашивает целиком весь пласт с характерной гиперэкспрессией для карцинома инситу. И может быть, опять же, выражено окрашивание P53, P53, но оно останется, скорее всего, как дикий тип. Проводились ряд исследований по поводу уртелиальной дисплазии с иммуногистохимическими молекулярно-генетическими маркерами, и не нашлось достоверного подтверждения этого состояния как предикторного, либо как части увеличения дисплазии в уртелиальных карциномах. И, по сути, поиск таких генетических мутаций, как в гене P53, сказать на ситуации не стоит. Ну и минутку о иммуногистохимическом исследовании для уртелиальной карциномы инситу. В данной ситуации будет выражено ядерное окрашивание P53, как мутантный тип, и, опять же, выражено мембранное и цитоплазматическое окрашивание цитокератинового 20-м на всю толщину эпителиального пласта, что характерно, по большому счёту, только для уртелиальной карциномы инситу. Хотел бы сказать несколько слов об инвазии менее подробно, нежели Анна Валерьевна. Как было сказано, инвазия происходит выходом к базальной мембране и обнаружением с базальной мембраной в, собственно, пластинке слизистой мелких гнёзд, отдельных клеток, возможно, с фактами ретроакции либо от некоторых кластеров опухолевых клеток. Однако, я хотел бы заострить внимание, что, возможно, некоторые состояния, такие, как на этом слайде, когда, ну, в данном случае, на фоне денудированного уротелия, вероятнее, карцинома инситу, мы видим достаточно аккуратные небольшие гнёзда с формированным просветом, сохранённой стратификацией из достаточно мономорфных эпителиальных клеток без какой-то выраженной реакции стромы. И такой процесс можно перепутать с куплением гнёзд фонбруна. Однако, если присмотреться чуть ближе, то можно увидеть метозы. Тем более, это лоу-грейд полиморфизм. Не очень хорошее качество слайда. И метозы. В данном случае представлен гнёздный вариант инфильтративного уротелиального рака. Чрезвычайно редкий, однако довольно агрессивный. И, к сожалению, он обнаруживается уже на стадии мышечно-инвазивного рака, когда вот такого рода небольшие аккуратные гнёзда находятся в мышечном слое стенки. Однако имеет место увеличение полиморфизма с глубиной инвазии в данном случае. И стоит учесть, что данный тип рака чрезвычайно редкий. И если у патолога возникло подозрение на данный тип рака, ему необходимо исключить все возможные мимикрирующие состояния для избежания гипердиагностики и постановки пациенту инвазивной формы, агрессивной инвазивной формы уротелиального рака. В данной ситуации нужно исключить как скопление гнёзд фомбруна, которые могут его мимикрировать, он может мимикрировать, так и нефрогенную аденому исключить В общем, обратите максимальное внимание на исключение всех соответствующих процессов. На другой стороне весов мы можем определить на фоне опять же присутствия к рациному ин-ситу в подслезистой основе и стенки мочевого пузыря скопления не формирующих никакие структуры равномерно распределённых по субъектолиальной строме плазмоцидоидных клеток, которые по большому счёту можно просто просмотреть в густом инфильтрате, хотя по факту они будут являться достаточно агрессивной формой рака мочевого пузыря, это плазмоцидоидный вариант, который окрашивается АЦК-7, как на данном слайде, однако морфологически выглядят как мономорфные округлые клетки с потерей адгезии и, кстати, окрашиваются екатгерином, что и характеризуется быстрой глубокой инвазией и быстрой диссеминацией как лимфозы, так и в виде отдалённых метастазов. И, к сожалению, данный тип рака чрезвычайно сложно определить в виде метастазов в лимфоузлах, поскольку он не составляет какие-то структуры. Также, как Анна Валерьевна, хотел сделать ремарку по поводу классификации, однако более глубокой, по поводу инвазии непосредственно, по поводу стадии Т4 и инвазии в пристательную железу. Так как в классификации ТНМ в 7-м издании указывается просто как инвазия в строму пристательной железы семенные пузырьки матчистотника или влагалища, матку, простите, и влагалища, то в HCC8 есть некоторое указание на этот счет по поводу уточнения стадирования. Как я уже говорил, ретуляльная карцинома ин-ситу более чем в 50% случаев вовлекает простатический отдел уретры и может развиваться инвазивная карцинома непосредственно из простатического отдела уретры при наличии опухоли мочевом пузыре. И без дополнительных указаний это может ошибочно классифицироваться как стадироваться как Т4. Однако стадия Т4 указывается исключительно как прямое прорастание через все слои стенки мочевого пузыря в ткань предстательной железы. А сказано мной выше распространение простатический отдел уретры и инвазия уртериального рака через него классифицируется как стадируется как рак уретры как его струмальная инвазия как Т2. И наибольшая стадия для такого случая будет выставляться по наибольшей глубине инвазии. Например, если есть инвазия в паравизикальную жировую клетятку, которая стадируется как Т3, при наличии данного распространения его нужно указать в репорте, однако не выносить в стадирование. На все, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok